Время подводить итоги. В Фокине состоялось открытое первенство городского округа по легкой атлетике. Соревнования стали итоговыми стартами для воспитанников детско-юношеской спортивной школы. В беге на разные дистанции юные спортсмены показали, чему смогли научиться за прошедший сезон. Подробнее о событии в нашем следующем сюжете, который выходит в рамках проекта «Здоровый образ жизни. Это норма». Быстрее! Дали, давай! Дали! 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 Старт. Самый напряженный и решающий момент любых соревнований. Во многом именно первые секунды после взмаха стартового флажка определяют результат спортсмена на финише. Главное – не дать волю панике и эмоциям, собрать все силы, настроиться на победу. Успешное решение этих задач – прямая дорога к спортивным вершинам. Ежегодное открытое первенство городского округа по легкой атлетике дает возможность воспитанникам детско-юношеской спортивной школы проверить уровень своей подготовки, получить заслуженную оценку судей, повысить спортивный разряд. Сегодня мы проводим ежегодные наши соревнования к концу года. Весенние капель мы их прозвали. Для наших деток, чтобы они видели, как они в течение года на что наработали. У нас многие детки не выезжают на соревнования, у которых там нет возможности вывезти. Поэтому мы здесь проводим для всех наших детей. Детки все у нас счастливы, довольны. В конце мы им сладкие призы будем раздавать. Так мы заканчиваем свой учебный год. В соревнованиях приняли участие более 60 учеников спортшколы. Ребята в возрасте от 7 до 15 лет. При этом спортсмены самостоятельно, конечно, с учетом рекомендаций тренера, выбирали стартовые дистанции по силам. Одни останавливали свой выбор на спринтерской дисциплине, другие настраивались на среднюю дистанцию в 400 метров. Более опытные легкоатлеты дерзали проверить свою вынусливость в забеге на 800 метров. Пробежала, волновалась, но ощущения получила незабываемые. Первый раз бегу дистанцию 200, но думаю, что у меня хороший результат. Обычно бегаю дистанции от 400 до километра. Результаты я, конечно, свои не особо хорошо помню. Но тоже хорошие. Сегодня старалась бежать на разряд, на третий взрослый. Сейчас у меня первый юношеский. Вот. Ну, у меня получилось. У кого тренировались, как ты рассказываешь о тренере? У Мадана Эдуарда Ивановича. Он очень хороший тренер. Раньше тренировалась у Грудева Марии Юрьевны. Эти оба тренера мне очень нравятся. Оба тянут меня за уши к высотам. И Эдуард Иванович часто даёт такие задания, чтобы тренировать меня по полной программе. Беспристрастные судьи внимательно следили за стартами. Все результаты ребят строго фиксировались и заносились в протоколы. К слову сказать, итоговые документы соревнований подлежат длительному хранению. Таким образом, ребята имеют возможность сравнивать свои спортивные показатели разных лет, наглядно наблюдать за личностным ростом. Впечатления очень положительные. Потому что дети в течение года посещали занятия очень продуктивно, без пропусков. И поэтому это даёт свои плоды, конечно же. Слушали внимательно тренера. И сегодня пришло из младшей возрастной группы 25 человек. Это очень хорошо. И они показали, они выложились по полной. Даже если дети и не заняли призовое место, но тут главный соревновательный момент. И, конечно же, получение соревновательного опыта. Это всё на их будущее, в их будущую спортивную копилку даст положительные плоды. И как тренер я очень довольна сегодняшними проведёнными соревнованиями. И то, что родители пришли, поддержали. Это тоже многое значит, когда мы работаем в тандеме. Тренер, родитель. Все в содружестве работаем на одно благое дело. На наших дорогих деток. Неизменными участниками итогового соревнования года и самыми пристрастными болельщиками традиционно являются родители. На стадион приходят порадоваться успехом своих детишек, мамы и папы, бабушки и дедушки. Мы уже пробежали, отволновались. Вот это наши вторые соревнования за этот год. Посмотрим на результаты, как пробежали. Конечно, волновались, болели за дочку. Конечно, на старте волнуешься и переживаешь за своего ребёнка. Поэтому бывают слёзы счастья, конечно. Ждёшь с первого места. Надеешься, что всё-таки когда-то победит. Но пока только второе, к сожалению. Он первый пришёл в своём забеге, да, но по времени оказался вторым. Золотая медаль пока остаётся недостижимой мечтой для Лёши Васильева. На прошлых соревнованиях в «Большом камне» он стал серебряным призёром первенства на дистанции 400 метров и в 100-метровке. И вот снова лишь второй результат. Однако Алексей настроен на победу решительно. Так что высшая ступенька пьедестала для него лишь вопрос времени. Мы занимались каратэ, но показалось, что не наше, не захотел драться. И выбрали более… Беговое. Да, более лёгкий способ, наверное. И выбрал вот бег сам. И теперь нравится? Ну, теперь да, ходит с удовольствием. Им нравится именно бегать. Поэтому, видимо, наше. Будем заниматься, продолжать дальше. У нас тренер Анжела Владимировна. Мы занимаемся у неё год. Очень довольны её результатами. И она очень поддерживает наших ребят, болеет за них. Мы очень рады, что мы к ней попали. Ощущая общую поддержку, ребята старались изо всех сил показать всё, на что они способны. Выкладывались всерьёз, чтобы порадовать родителей и не подвести тренеров. По результативности, что можно сказать? Ну, кто занимается давно, тот, естественно, и пробежал повеселее. Кто занимается недавно, старались, стремились, была какая-то конкуренция, борьба. Пришли большое спасибо родителям, бабушке, дедушке, маме, папе поддержать своих чат в этом направлении. Это радует. Поэтому, как бы, за здоровый образ жизни есть понимание и взрослых, и детей. Завершился спортивный праздник самым долгожданным и приятным мероприятием. Все участники стартов за прилежные старания и успехи получили в качестве награды сладкие призы. Шоколадные конфеты заметно улучшили ребятам настроение и помогли восстановить силы. Окончательные итоги соревнований будут подведены позже. Тогда же в стенах спортивной школы состоится официальная церемония награждения призёров первенства. Судьи посчитают результаты. В единой всероссийской классификации все проверят, какой разряд, что вы там выполнили. И в спортивной школе проведут награждение и доведут до вашего сведения, кто что выполнил. Во время летних каникул воспитательники Фукинской спортивной школы продолжат тренировки. Впереди летние спартакиады пришкольных площадок, весёлые старты, участие в которых традиционно принимают ученики отделения лёгкой атлетики, а также учебно-тренировочные сборы на базе в посёлке Руднево. Спорт – понятие внесезонное. Субтитры создавал DimaTorzok